Проходи. Ну, конечно, знаем. Я хочу вам показать свой класс. Не надо показывать. У нас знакомый был мальчик два года назад. Мы знаем про ваш лагерь. Потому что, видите, самое драгоценное это ребенок. И просто так отдать какие-то руки. Мы хотим, чтобы у вас был покой на душе. Вот меня и мама послала. Говорит, иди, бабушка, иначе. Это же самое дорогое, что есть у бабушек-то. Вот, иди, дорогая, говорит. Вы знали, это был Колганов? Да. Вот, посмотрите. Вот Колганов, а вот я сижу. Значит, Колганов на улице с бомжами не открываются. Я знаю. Не фотографируются. Я знаю про ваш лагерь, что у вас дети, что там ходите вы в церковь по воскресеньям, что дети содержат, ну, как, нормальный лагерь. Не такой вот, как в этот. Мы эти называем знаники разврата. Да, и я. Там и маты, там и папиросы, там и все. А в вашем лагере отдадим ребенка, мы знаем, что мы будем спокойны. Вот что. Тимур Соловьев. Вообще мы его крестили, как Андрей. Это типа, что. Нравился ему Тимирланд, что вот он был такой воин, что он был справедливый. И вот, и вот Тимирланд здесь звал, так, Тимурчик. Тимирланд был? Какой Тимирланд? Который приходил на Русь? Нет. А какой? У него тут, это, воевал с ним. А, воевал с ним. А тот-то был захвачен. Нет, дедушке 95 лет у нас, и вот он с ним воевал. Дедушка. Нет, умер вот два года назад. Так, ну тогда давайте ваши документы, какие у вас есть. Ой, все дадим. Меня мама послала. Свидетельство, все. У нас что? Если подходит, сразу выпишем путем. Ага, вот вам, пожалуйста, его это. Справку мы дали. Вот свидетельство о рождении, вот мамин паспорт. Тимур Антонович. 2001 год. Слышный, как родился. Ты четвертый класс закончил? Нет, третий. Третий закончил. Свидетельство рождения. Он же декабрьский. Поэтому он пошел. Вот мама. Вот мама. Я прям как узнала, что есть такой лагерь. Говорю, господи, да слава ж тебе, господи, хоть детю отдай. С 40-го года, на, все. Я отхожу маленько в сторонку. Сестра будет записывать, старшая сестра. Давай. Вот, а вот мой паспорт. Хорошо. Если надо. Все данные? У меня родители. Так, держите ваш паспорт. Проверьте, что там все лежит. Ну, а кого тут это самое? Отбойте, все, чтобы их не потеряно было. Ну, расскажем. Я вам расскажу. С декабрьский рождения. У нас семья неполная. У нас в 4 года он переболел энцефалитной, заболел энцефалитной инфекцией. В этом песок привезли с речки, а только пошел птичий гриб. И вот его осенью привезли, а весной, в апреле месяце, Тимур не нужен больше? Да нет, я подзову его. Иди вот сюда сядь. А в апреле месяце, бабушка же, все, мы с ним пошли из снега лепить зайцев. И вот 13 зайцев-то налепили. Спасибо большое. А вы мне дали это то же самое, что у вас? Ну, все, мой каспорт дали. Мы с вами будем иметь дело-то. Ну, со мной и с матерью, со всеми. Сейчас и я. И вот, и к вам звонить кому. И маме, и мне звонить, хоть кому два телефона. Так, данные куда записываешь? Давайте на чистый. На чистый. Вот я. Сейчас, минуточку. Мартюшова Любовь Денисовна. Баскар. Что-то у вас так бледно-то все, выжжено на солнце. Так вот, так дали мне, батюшка. Что же это не так? Ладно. Сейчас она сейчас запишет вас. Адресу. Я тебе даю чистый лист. Я пока. Вы по одному адресу будете с ним. Я через квартал живу. Ну, я с ним и с ним. Значит, маме и бабушке на адрес. Я с ним и с ним, да. Вот, четыре года назад, четыре года он заболел антифалитной инфекцией. А папа к нам пришел и говорит, давайте его отдадим в дурдом. Такие дети не выживают. Если не отдадите, то я от вас уж уйду. Она пока 28 дней лежала в больнице, пока спасали ребенка. Он собрал все вещи и сказал, я воспитывать больного ребенка не намерен. И баба, а я... Больной-то ребенок, все равно, что он хоть и больной, но он твой. 55 лет мне было, а я уволилась, работала главным бухгалтером. Да с ним отсидела. Ей же работать надо. Я с ним отсидела с этим ребенком. И вот сейчас вот он у нас... Сейчас вы не наблюдаете ничего? Нет, но он у нас вот так. Он у меня нет. Но это теперь уже так. Можно туда... Воспалением может быть. Так, воспалением. Воспаление мы направим. Нормально. Вот, вот это нормально. Мой четверкий кончил, только это... Сейчас она запишет вас. Единственное у нас что... Вот это мы... Нет, нет. Единственное что у нас... Нет, дайте мне это. Я мальчика свидетельствую. Нет, дайте мне это. Нет, дайте мне это. Единственное у нас что... Это вот он прошлый год, в декабре. Мы вот только три месяца назад сняли корсет. Он спину ломал. У него компрессионный перелом. Так-то, прыгал откуда-то. Ну, бабушка... Мама выпустила... Бабушка пока наблюдает, все нормально. Мама выпустила и посуду моет. Смотрим, ребятишки пришли. Тимур у вас упал. Пришел, ой-ой-ой-ой. А я упал с чего? С горки, ледяной. И вот у него между вот здесь, между ребрами... Три было, как это... Друдной отдел. Друдной отдел был, компрессионный перелом. А корсет он будет на пищу? Нет, он без корсета. Без корсета. Но все равно у него ограничение понадобится. Ну, он вот так вот. Он, если одевается, он вот так... Ну, это не беда. Ходить-то ему ничего. Он и ходить, и бегает. Ой, плавает. Мы же специально плаваем это. Я говорю, господи, это Бог нас послал. Тимура, иди сюда. Я это что хочу сказать. Я прям вот как на работе плакала так. А ты бегать умеешь? Да. Ну, до того угла добеги, и обратно сюда. Бегом и обратно. Ну, немножко как-то осталось из-за полигания. Немного заполигания не может быть. У нас все будет хорошо. Тебе будет у нас хорошо. Мы много ходим босиком, много раз купаемся. У тебя, ты понимаешь как? Мы тебя выправить постараемся все. Ходить по ягодам, в степи, только никогда не стони. Ты должен быть в мужестве, но мы воспитываем настоящих, чтобы мать и бабушку-то мог защитить. Хорошо, пока. Я послал. Мама тоже работает, и уж кормить надо. Конечно. Надевать, я что хочу сказать. Он у нас плохо кушает. Да будет кушать там. Это не то место, куда попадает. У нас все, понимаете, в первую очередь у нас как часы работают. Много бегают, а они друг перед другом. А, уже будем шутить. Если вы думаете, у вас машина-то есть у кого-то? Да нет у нас машина. Ни с кем. Поэтому я не могу еще сказать. Вы мне скажете, как добыть. Мы это найдем, куда увезем. Подходите. Здравствуйте. А? Это детский православный лагерь. Детский православный лагерь записывает детей. Дети. Вы не староверны? Нет, не староверны. Детский православный лагерь. Вот он все равно сказал. Ну, у него, когда он переболел, ему было 4 года, он рукой, он право, и у него нога вот эта правая, как немножко вот херовну, вот делаешь, стараешься, ну, нормально. Он, у него единственное русский и языки, языка мне, там математика у него 4, у него все 4, у него все 4, у него русский и английский у него. А русский, потому что не читает, не читает, не хочет читать все книги. А на каком языке кушать? А? Ему язык какой? Центка входит, он у нас уже живет. А русский, русский. А на каким-то еще разговаривали? Никак, их только же только учить. Иначе учить только они из русских. Он 5 класс поучил. Затаратурила я вас, я так обрадовалась вам, если бы вы знали, вы вообще. Мы вам тоже рады. Знаете, что потребуется вам, в особом подчеркиваем, на размер больше ноги резиновой обуви. Или сапоги. Вот смотрите, вот это вот сейчас все она запишет, это наша печать. Мы выдадим вам путевку о том, что нужно ребенку иметь с собой. Верхнюю, теплую, легкую одежду. Вот это вот она, трюко, не годится. Не трюко, говорю, это балонь. Потому что балонь, она на костре, когда костер картошка, и любая искра его прожигает. А это какую надо такую? Ну, обыкновенный вот. Ну, типа штормошки там у него. Есть у него все. Есть, есть. Вот такое, что-то надето не есть. У него, видишь, какая балонь, это опасно. И потом тело не дышит. Нам это не годится. Так, рубашки без рукавки все убрать. Все были с рукавами или при шесть. Есть у нас рубашки. Нормальные брюки, все было. Вот и поясок. Вот видите, мы как все в поясах. Будет поясок. Сейчас, смотрите. По две пары. Значит, носовые платочки, четыре штуки. Десять платочки. По две пары верхнего и нижнего белья. Девочка, платье длинное до пять до церкви, праздничные платки. Простые носки, носки теплые. Простых три пары и одна пара теплых. Сделаем, батюшка, все сделаем. Легкую обувь, подходит, которая хорошая, чтобы не разнорелся. И резиновая обувь, сапоги. Головной убор. Для девочек два платка. Ну, пускай это. А у него есть эти кепочки. Ну, может кепочка, может это. Канамка у него есть. Виходку, мыло туалетное, два и хозяйственное, два. Потому что у нас идет стирка, мы все сделаем. Так, сумку или рюкзак с меткой подписать. Решаете? Сума, все точно. Так, соловьев. Дальше. Кружка, ложка, чашка. О, есть. Кружку сдачи привезу, ложки привезу. Так, нитка и иголка. Ну, нитки разные положимые, иголки. Там ботки даже две, крепко, чтобы я рассказал. Там будешь, где нужно пощинять. Дальше, несколько чистых тетрадей, ручку, карандаш. Вот, а еще можно, чтобы вы там его хоть читать бы заставляли? Ну, как будет, у нас читают, там готовятся к концертам и пишут много. Он у нас же музыкант, он играет на пианино, играет хорошо на пятерку. Ну, ему понравится, тем более у нас. Тем более у нас старший воспитатель на гитаре играет, там как композитор. И он поет у нас хорошо. Смотрите, требуется медицинский осмотр. Для справки, я уговорил вам. Отсутствие кожных заболеваний и глистов. Все. Это любая санэпидемстанция в любом лагере. Я что хочу, это я знаю. Я пойду в поликлинику, сдам на яйца глист, пойду же пройду этого дерматолога, пройдем кровь сдадим, все анализы сдадим. Как справку в лагере сделать? В лагере, это лагеря есть. Нас проверяют санэпидемстанции, они... И теперь, батюшка, скажите, пожалуйста, а сколько стоит? А мы разве не говорили? Нет, не знаю. У нас ни две недели, ни три недели, а месяц. За месяц 6 тысяч. Ага, а мы же полторы будем, да? Ну, пожалуйста, полторы, значит... С 12 июня по 31 июля. Ну, тогда там маленько побольше, полутора будет, мы там посчитаем. Ага, посчитайте, сколько есть. И мы сразу принесем. Это 9 с чем-то там, надо посмотреть сколько. А ваш адрес вот этот? Да, Банфиловцев. Телефон мобильный, все сюда запишут. Банфиловцев 4, а? Деньги платить, когда придете туда, на посадку. А куда на посадку? А вот эта улица как называется, знаете? Это Пушпинка. А вот ниже, следующая, ползунок. Это наша улица, и по ней идти туда, там, где краны. Номер 6. Ага. Номер 6. Запишите. Номер 6. Ага. 12-го числа, 12-го во вторник. В 8 утра уже мы трогаемся с места. То есть прийти надо хотя бы на 6-й раньше. А на чем-то уехать-то там будет? А как же? Обязательно у детей идти. Мы увозим. Ой, а приехать-то... А вы-то вот здесь слезете, а мы тут пешком ходим. Тут недалеко. Ну, заново 6. 6. Поняла. Все. Номер мой знаете, телефон это? Ну, еще раз запишите. 8-961-230-70-60. А у вас интернет есть? Ну, у мамы-то есть, а я-то... А у мамы-то смотрят? Простите, скажите, вот этот номер, какой дом номер? Шанфиловцев 4А, корпус 1, квартира 6-й. Так вы число-то запишите, какого числа и в какое время надо вывести. Ой, я не записала, я как-то обрадовалась. Запишите. Вторник, 12-го июня. Еще-то праздник такой у нас. Сударство. На сколько? В 8 утра мы уже отъезжаем. Ну, то есть в 7-30 быть там... 7-30 быть там... 7-30 быть там... 7-30 быть там... Ну, явка в 7-30, даже если пораньше... Все, все поняла. Никак не опаздывать. Телефоны запишите, ваш телефон и мамин телефон. Давайте. Думаю, 8-903, прямо здесь пишите. Да, да, да. 8-903... 9-30... 9-30... 905... 0-80... 905... 5, 5, 5, на 5 исправили. 905... 0-82... 83-93... 93... Вот проверю еще раз. 8-905... 0-82... 53... 93... А у мамы? Тимурик, сынок, иди сюда. Скажи мамин телефон сотовый. А домашнего нет? У мамы. 47, пишите мой. 47, 87, 47. Городское. Городское. Кто возьмет, так и передайте. Что это? Любовь Денисовна. Передайте вот так. Это домашний телефон? Домашний, да. Сейчас будем выдавать тебе документы. Подождите, мамин, пусть скажет. Мамин телефон скажи. У меня два телефона. Давай, говори. Сотовый. Сотовый, сотовый. Восемь, девятьсот шестьдесят три. Восемь, девятьсот шестьдесят три. Ветсот один. Ветсот. Подойди поближе. Ветсот один. Ветсот один. Плюс. Ноль ноль четырнадцать. Правильно? Да. Да. А вот МТС, я не помню. Пока есть, что у меня домашний. Домашний есть. Ну, домашний год записали. 47, да? А это бабушки. А, это бабушки. На мамин какой? На мамин сорок семь, пятьдесят шесть, четырнадцать. Сорок семь, пятьдесят шесть. Четырнадцать. Четырнадцать. Так, запомнила, все? Да. Давай, Мили. Сейчас я ознакомлюсь с этим главным документом. Да, да. И что про списание? Так, а ты здесь его документ записать? Да. Так, слушайте, очень важный документ. Памятка, пояснение, уведомление. Слушай внимательно, это тебя касается. Мы... Тут напишите, кто это сейчас. Сейчас напишут вам. Мама. Да. Свои... Да нет, мы сейчас здесь. Сейчас запомним. Да. Православный отдаем ребенка, отправляющий свой ребенка, и не фамилия. Православный детский трудовой лагерь, там поселок потеряю, команда Сквора и он Алтайского края. Ознакомленный с внутренним уставом, порядками, дисциплиной, запретами. Мы согласны со всем добровольно и охотно это принимаем. И не воздражаем, что за нарушение устава может применять себе физическое наказание. Какое? Лишение еды, дополнительная работа, стояние на часах. Это, ну, вещь там, когда шумят. Так. Лишение купания, наказание и угроза крапивы, сетка и оська. За столом удар ложкой по лбу. Ну, это нарочно так. Но не в огневе, а с рассуждением. За злостное хулиганство, хамство и тому подобное осчисляется из лагеря Стана. Наказывает только начальник лагеря Стана я. Обязательно без свидетелей в уединенном месте. Я, бывает, поговорю, по голенищу ему. Он должен вид давать. У нас нельзя ни ругаться, ни обзываться. Он в таком вот, как и есть, состоянии, его никогда не накажет. А вот такое у нас. Вот такое, видите, дальше. Наказание всегда соразмерное и адекватно поступку, проступку и преступлению. Пример. Кто после отбоя, отхода к косу, нарушает покой, тишину, обязан выйти на вахту и не мешать другим. Нарушивший правила купания, решается купание и так далее. А что значит? Не прыгать там, показано где. Не бежать по пирсу, там по трапу идем где. То есть мы соблюдаем безопасность. Это не два года, а 40 лет у нас нет, но не сейчас происходит. Благодаря тому, что наказание не является истязанием, избиением или нанесением повреждений. Но все согласно Библии по материалу о семье с обязательным разъяснением. Ребенку дается свобода быть честным, самому сознаться в своем проступке. И преступления, наказания будет меньше. Ложь увеличивает наказание. У нас лгать нельзя совершенно. Вот если тебя кто-то обидел, он не прав, ты должен сказать ему. Пойдем к старшему. Если он не идет, тогда имеешь право сказать. Жаловаться нельзя у нас. Запрещается. Он должен только подойти и тому сказать. Пойдем разберемся к старшему. А он не идет, тогда я обязан его уже привлечь. Родители должны подтвердить, что ребенок не склонен к побегу. Нет. Дальше. Забежавшего из лагеря Стана ни начальник, ни воспитатель никакой ответственности не несут. Но родители и беглец. Дальше. Психически здоров. Не мочится под себя ночью. Нет, нет. Так. Ни лунатик неодержим. Нет. За особое непокорство, дикие выходки, ребенка досрочно отправляют домой. Если возможно, сообщают об этом в начале родителей. Поэтому заранее необходимо внести плату за билет. Это тогда было так. За телефонный вызов. Если же обойдется без этого, деньги возвращаются полностью. Так, давайте. Вот здесь вот нужно дату сейчас поставить. Так, сегодня какую? Сегодня у нас 27-е. 27-е. Мая. Мая писательная. Да, Мая. 2012-го года. 2012-го года. Подпись. И расшифруйте ее, напишите. И там еще сверху заполнить надо было. Угу. Вот. А ты-то сам знаешь? Теперь вот сюда вверху напишите, там прописки у нас были. Вот здесь вот, напишите. Первый раз. Там обзывают, там обзывают, пинают. У нас ничего этого нет. Нет. Ты в Бога-то веришь? Да. И все. Мы будем в церковь ходить на субботу, воскресенье. У нас дети верующие. Утром читается писание, битва. Утром мы молимся, за стол молимся. Тебя на уши всему. Тимура Антоновича. Да. Антоша, и ты, и Тимура, да? Надо обязательно платочек иметь. Карман, чтобы я вам передвинула. Ваши платочек будет. Как ты раз, ты первый спрашиваешь, это платочек будет. Карман, покажу, у тебя кармана там есть? Нет, нет, нет. Это снять надо. Вот. Платочек здесь у нее будет. Платочек сюда. Платочка за стол не сняет. Петерашечку возьми, мы там весь не разучили. Я, батюшка, согласна с вами. Что мы, у нас 40 лет, у нас. Любовь Денисовна. Вот здесь телефоны потом напишите сами. Вы сейчас путевку возьмете, а телефоны здесь... Вот, пишите. Так, все. Мы даем вам путевку. Так, 10 тысяч надо примерно за полтора месяца. Сколько? Сейчас посчитаем точно. А да, узнаешь. Давай, посчитаем. Возьмите. Возьмите. Ой, спасибо. Это деньги. Да, бумажка. Сейчас я посчитаю. Почти. Я ему, давай, тебе. Мы сейчас съем свеклу с чесноком ели. Не страшно. Я свеклу отварила, у меня свеклу с чесноком со сметаной. Поднимаешь? Я нехороший, да. Иди. Свеклу я смогу поднять. А? Так, подожди, какого? Иди сюда, верни, полезное. Тебе подарят, я сейчас книжечки полю. Поставайся сюда. Да. Спасибо. Это маленькие для детей специальные, для креста. Посчитаешь. Единственное, что хочу сказать, сразу секундочку, осторожно, испачкайся. Ну, ложись сюда. Пожалуйста, смотрите. А мы с ним поможем. Там книга раскрашивания есть. Я не хочу сказать. Единственное, вот он, если вот так с ним разговаривает, он понимает и слушается. Если на него запрещали, он начинает в противном случае. У нас не крещат, у нас запрещено. Это вообще запрещено. А вот так с ним, вот он ласковый такой мальчишка, он ласковитый. Он возле меня и возле меня. Баба-баба-баба-баба. Так, мы уезжаем в 12 лет. Единственное, мы плохо кушаем. Кушаем, очень. И там будет хорошо кушать. Так, там все натуральное. Они друг перед другом там. Я вот до 31-го, это что получается? Мы можем так подсердиться сильно, расстроиться. Я ему даю валерьяночки, потому что вот, ничего не надо будет, просто ненадугая обстановка. Я как узнала, а я нечаянно узнала, мальчик был, Алиса работает. Кого-то назад у вас этот мальчик был. И она говорит... А кто? Тимур, а как у тети Жени мальчика? Как у тети Жени фамилия? Не помню. А как мальчика зовут? Помню. Тоже мама знает, фамилия знает. И я что хочу сказать. И они мне рассказали про этот лагерь. А я так спрашиваю, спрашиваю. Я слышала про него еще 8 лет назад, когда работала в Уксигоросполкомах. Про ваш лагерь слышала. Я работала... В Уксигоросполкомах. От Бориса Алексеевича Черниченко. Я одноклассница. Еще. Я уже через него... Я уже через него... С Бориса Алексеевича Черниченко. Я одноклассница. Мы вместе за одной партой сидели. Скажите, как через него-то узнали? А разговор зашел, что-то... Я говорю по телефону, я говорю, и Борис не знаю, в какой лагерь лучше. Он говорит, ты хочешь, Денисовна, я тебе посоветую? Есть православный лагерь в Мамонтовском районе. Я, говорит, вот бы у меня ребятишки выросли. Я бы, говорит, с удовольствием туда своих отправила. А он знает, что у меня семья, мама верующая, папа верующая. У нас церкви не было, а у нас такой большой был дом. И вот мы именно веруем в церковь, в церковного Бога. Я вот в этих не признаю. Это, я считаю, идолство. Я вот все праздники хожу. И вот Троица. Вот работать буду девчонкам. Говорю, вы как знаете, я пойду на Троицу. Я не смогу усидеть, я хочу побыть. Вот прям зайду в церковь, как Хараза. Поют, иду из церкви меняжно, подбрасывают, как будто на крыльях. Вот. И я узнала это. Это он вам сказал так? Он мне сказал. Это еще он сказал давно. А вот буквально в декабре месяце Алиса тоже, дочка, устроилась работать. А там девочка, у ней мальчик. У вас был два года назад. Ну я не знаю, куда она ходила. Не знаю, вот мы узнаем. И он так доволен. Она говорит, мы туда везли, плакали. Оттуда везли, говорит, он такой не хотел уезжать. Ну, потому что ни в одном лагере такого обихода духовного детям нет. Они не знают даже этого. У нас очень строго. Там, говорит, ни матерков, ни папирос. Если ты, говорит, провинился, мы, говорит, подъезжаем. Он охраняет с палочкой, ходит, говорит, в лагерь. Провинился. Ну так что я тут говору, я такая. Вы уж меня простите, пожалуйста. Так, теперь, относительно звонков. Звонками не допущают. Первые две недели желательно не звонить. Мой телефон у вас есть. Звонить в два часа дня. А потом позвонили, я уже скажу, через сколько дней можем позвонить. Он стоит рядом, я ему там телефон, с ним переговорили. В два часа у нас как раз... Ну раз-то хоть в полтора месяца-то можно поправить. Первые, первые, пока автоматизация не трогает. А потом... Витин телефон надо дать. Витин, Витин телефон дать. Я думал об этом, но у меня сейчас его нету. Это надо через интервью вот это взять. А что сказали? Постельное белье, да, эти... Все там. Здесь написано вам. Вам же вот это. Нет, это матрас, подушка. Нет, матрас не надо. Все там дается. Матрас, подушка есть. Там плет-то постельный. Да. Это только что ему? Легкое одеяло, если холодно, у нас одеяло-то сетипоновым. У нас все приготовлено для этого. Подушки, матрас, это все наше. Номер телефона. Савчин. Номер телефона его. Называй, говори цифры. Какие? Записывайте. Вы запишите, чтобы вы делаете главу. Давайте. Это кому можно было бы звонить воспитатель? Так ты... Это старший воспитатель. 98, 961? Ну, я не... Как я рада, что вы здесь. Запишите, запишите где-то там. Я сейчас на моей двери. А рядом с собой. Как же я рада, что вы здесь. Ну, вот мы пришли. 48. Это меня Бог в основе. Ну да. Слава Господу. 146. Я Бога молила. Ну, если бы не знали, так я молила. Пушку дайте, пожалуйста. Так я могу. Запиши. Виктор Николаевич. Она сейчас оторвет вам, выдаст. И отдельно мне это списать надо. Да, которая вам выписывает пушку. Она будет в пене. Его единственное, он вот плаксивый у нас. Если его обидели, плаксивый. Ну, это вот согласно. Понимаете, вот приезжают родители. И ребенка дают и говорят. Ребенок у нас, понимаете, он такой психованный. Он как развалуется, из него пена прямо идет. У меня, говорит, и отец такой. Я говорю, и что дальше? Ну, как-то бы какие-то льготы ему дать. Ну, какие бы сказать. Льгот никаких. Я говорю, ну, скажите, какие. Парень большой, 11 лет. У меня такие девчонки. Ему он понравится, если девчонки будут смотреть на него, как инвалиды. Да нет. Приезжают там через месяц-полтора. И как наш? И как совершенно нормальный парень. Он все забыл. Мы ходим босиком в жаркую погоду. Они у меня зимой никогда не кашляют. Они прожженные такие. Нам, у нас только кепку единственная. Кепку надо, чтобы скаловый у него не смазил. А остальное у нас. А вот нам как раз это и делается. Если он в Москве выйдет за пределы лагеря, я его сразу не позаду. У нас специально по плавкам ограничено. В воскресенье плавать на лодке, кататься на лошади. Спасибо. Ой, сынок. В таком раз книжечку. Ну, бывает, она такая скользкая. Возьми, батюшка. Так это еще. Дай Бог вам здоровья. Я за вас. По славу Божию. Времени со сколько? Это вы из-за меня одной пришли сюда. Да, из-за одной. Для нас, каждый человек, дорог. Ну, этот-то у него, по-другому, восьми, у нас тряпочная здесь. А ты скажешь. Это он вот порвал. Вчера. Ведь она мне дает дышать. Платочка, платочка. Меня маленькие. Посмотрите, что это. Так, на неделе, там уже перед отправлением, еще раз позвоните. Расскажите, как у вас дело обстоит. Как со справками? Справку-то мы сейчас сразу, вот, я пойду. Справки ее. Справку. Справку. Сразу вот. Ну, главное, чтобы вы поверили, что мы не с улицы. Я вам показываю с мэром города рядом, знакомая здесь, общая. Чтобы вы всем сердцем были... Батюшка, миленький мой, да я-то знаю о вашем лагере. И люди сказывают. Мы посты соблюдаем, мы православные. У нас графки, там родной мой брат, батюшка, священник. И я тоже, вот, только в Бога верю, только в нашего, в церковь. Если вы думаете, приехать с кем-то как-то, у нас тут молочники ездят иногда. Молочники молоко привозят сюда, ну, что, рядом деревня строится, и они привозят там хлорок, свитки, то другое. С ними можем прицепиться, но только с нашего разрешения. Потому что обратно отправлять, а там поезд один раз в ночь останавливается, мы не имеем возможности провожать, отправлять и выше этого не делать. Нет, да, я, мне только раз съездить, я там, у меня брат суродный, я его все равно. Так, держите, это мне дала? Это вам дала. Прекрасно. Все. Пойдем, мне сейчас еще на работу. Все, слава Богу. Мы договорились с вами, что вы позвоните. А ничего нету и нету нету. Позвоните. Еще время-то. Позвоню. Позвоню. Обязательно. Вот так справку беру, позвоню. Да, достали справку, скажите, справку достали. Расскажите матери там все, скажите, вот так было, покажите путевку, чтобы полное было согласие. Так она же меня ведь первая говорит. Ну, это хорошо. У меня был такой случай однажды, когда на нас было гонение, это в 99-м году. Какое гонение? Ну, гонение какое? От коммунистов. Коммунисты нас сильно говорили. Да, вы на них не обращайте. Это же... Нет, это нельзя не обращать внимание. А тут подняли и прокуратуру, и суды, стали здесь, они сняли, показали, как фильм здесь. Ну, и приезжает прям среди ночи мужчина один, я сына забираю, показали, другой это, пожалуйста, забирай. Он пошел с сыном-то. А он говорит, ну и как тут это? Говорит, пап, ничего этого нету. Да говорят, голодом. Какой голодом? И за стола едва вылазим. Вот все расспрашивает, ничего нет. Он тогда возвращается назад. Так это нас обманули. Я говорю, конечно, обманули. Ну, если просто нагло, нагло. Мальчики спят с девочками, то есть, они у меня даже близко не имеют права подходить на фонтинг кель. Он еще плетет, но они не знают, что сказать-то. И он тогда, да возьмите нас две годы назад, мы никого уже не берем. Мы у вас потеряли доверие, я все время буду у вас под подозрением. Поэтому зачем ты нужен? Вы пока взяли сына хорошего, везите в другой лагерь. А он уезжает не нужен. Я еще могу сказать. Ну, дал бы Бог, чтобы лето теплое было. Но мы так рассчитываем с 12 июня по 31 июля. Да. Хорошо. Вот так, на два месяца. А что там с 12 июля до июня до конца? 3 августа отпускаем. Если есть две куртки, возьмите две. Потому что дождь и холодно сейчас, и мало ли как. А я еще сушить, Бонюшка, у меня там курток чуть поменьше, чуть такие вот. У вас там некому раздать? Да я не знаю сейчас это раздавать. Раньше мы как-то доставали, красный магазин мне помогал. А эти годы мы никого не берем. Приезжают и все-все есть. А то вот у меня есть, а выбрасывать верши хорошие. Нет, вы ему две куртки. Да, его потеплее. Я ему и теплую куртку положу. Так, рубашка у нас вот так будет. Смотри, Тимур. Тимур, посмотри рубашку. Вот так, рубашка под поясок. Ничего особенного нет. Вот так вот, поясок, как видишь. Где-то мы в храм так ходим. Есть у нас белая и голубая. А голубой нужно? Так, рубашки сделайте с рукавами. С рукавами, чтобы рубашки не выглядели. Таким образом. У нас есть. Потому что за стол бегать можно без рукавов, а за стол надо рукава. И они начинают двигаться, когда рукава не царят за стол. Да он без рукава идет. Ну они тут. Просто. Ну все, я поняла, Василия Вас. Дай Бог Вам здоровья за Ваше. Так. Такое начинание хорошее. Ой, я принадлежу. Ну ты покой на полу. Боже, я не могу с людьми грешить. Солдавый на Господи, помилуй. Нет, нет набор. Иди с нами. Иди с нами. Плани, плани. Прости меня грешить. Плани. Как я деда. Побойте, с нами. Побойте, с нами, с нами. Иди с нами. И он у нас с нами. Да дома, дома он поможет. У нас у нас на вышивке. Давайте. Ой, ты где-то. Ну, я с вами посчитаю познакомиться. Дай Бог вам здоровья. Побой нам понравился. Я скажу, что если он ничего хорошее не ходит, то он... Он единственное бывает, вот в воде сильно он это как-то... Ну, гиперактивный. А это то, что нам надо. Он такой вот и бегать, и нырять, и бегать можете. А если... А если еще вы рядышком с вами... Маленький баранин, то есть... А если к нему вот так здорово, он вам и ползымает, и подметет только голосник. Все, кружки, все, кружки. Все, кружки, все, кружки. Иди. Спасибо, пошли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.